Это настоящая передвижная лаборатория. Ребята из Усть-Баргузинской школы собрали ее из обычного лего. Установили на конструктор датчика температуры, света и звука. И аппарат готов хоть сегодня исследовать экологические загрязнения. Вылетает сначала квадрокоптер, обследует полностью всю территорию. Передает с помощью пилингатора, передает связь на лабораторию. Также потом выезжает в лабораторию, обследует всю территорию. Инструктор центра Подлиморья из Баргузинского района Михаил Кочмарев завлек в секцию робототехники уже 70 деревенских мальчишек. Сегодня они вместе придумывают аппараты для защиты природы. А эти ребята с машзавода позаботились о пожилых. Они придумали вот такую руку здоровья. На обычную садовую перчатку приделали датчики, которые снимают показания пульса. Когда человеку становится плохо, то у него срабатывание снижается. Поэтому срабатывает датчик и значения идут в минус. Это замечает программа и отправляет сигнал. Свою разработку школьники обещают доработать. Обновления нужны всей IT-отрасли в республике в целом, считает Сергей Добрынин. Он уже вырастил лучшего сисадмина в России. Специалист считает, что местным программистам, особенно преподавателям с высоким уровнем квалификации, живется не слишком сладко. Многие вынуждены подрабатывать, а учебным заведениям порой и вовсе не хватает денег на новые компьютеры. Те практики, которые применяются для проведения чемпионатов, мы должны как преподаватели использовать их в обучении, чтобы поднимать общий уровень до общих мировых стандартов. А здесь царство видеомонтажа и компьютерной графики. Улан-Удэнские школьники хвастаются своими мультфильмами. Некоторые создают неплохую пластилиновую анимацию, считают организаторы. Задача таких форумов – помочь сделать их еще лучше. Мария Латышева, Сергей Костенко. Новости дня.